Алматы В городе Алматы имеются очень большие запасы пресной воды, но их объемы с каждым годом все сокращаются и сокращают, что приводит к дефициту пресной воды. В связи с этим есть необходимость потребителям экономить воду с помощью индивидуальных приборов учета. Полностью открытый кран означает расход в 150 литров воды за 10 минут. Но мы не привыкли экономить. Например, в странах Европы умываются и моют посуду в заполненной водой раковине. Проточную используют лишь для споласкивания. Затраты уменьшаются в 5-6 раз. Кстати, не переусердствуйте с моющим средством. Чрезмерное его употребление увеличивает время ополаскивания посуды и оставляет риск того, что его не удастся смыть целиком. Алматинцы понимают, что экономить надо, и водопотребление с каждым годом снижается. Если брать в абсолютных цифрах, то за последние 5 лет алматинцы сэкономили примерно такой объем воды, как годовой сток реки Малая Алматинка. Давней традицией размораживать продукты струей воды до сих пор пользуются многие, беспощадно расходуя водные ресурсы. Помимо расхода, этот способ ухудшает свойства продуктов. Лучший вариант – предварительно вынуть продукты из морозилки. Возьмите в привычку выключать воду, пока чистите зубы, а для полоскания наберите стакан воды. Таким образом вы сэкономите до 45 литров. А принятие душа вместо ванны сократит расход в 5-7 раз. Однако семейному бюджету экономия не поможет, если услуга оплачивается не по показаниям счетчиков. Если в первые месяцы установки приборов учета потребитель тратит 6-7 кубических метров воды в месяц, то постепенно, уже через несколько месяцев, эти цифры снижаются. Ну если не в два раза, то на процентов 20-30 ежемесячно. Даже по счетчикам тарифы горячей и холодной воды существенно отличаются. Пользуйтесь горячей только когда это действительно необходимо. Еще один вариант экономии – насадка с аэратором, который обогащает струю воздухом. Это существенно экономит воду. Цена насадки от 300 до 1000 тенге. Однако предприимчивые алматинские бизнесмены часто продают их под названием «Водоэконом» – по 10 тысяч за набор. Еще одно новшество для нашего водопровода – технологии, предотвращающие затопление жилплощади. Работает это следующим образом. Датчик стоит на полу и в случае возникновения залива он замыкает контакты, подает сигнал на контроллер. И контроллер подает сигнал уже питания на кран автоматически с электромотором, который перекрывает воду на центральном входе в дом. Отключение происходит в течение трех секунд, предотвращая потоп. Еще один способ экономии воды находится в уборной. Согласно статистике, один человек в сутки использует туалет семь раз, а это 70 литров вылитой воды. Унитаз с двумя режимами слива, полным и экономичным, сохраняет примерно 15 литров воды в день для семьи из трех человек. Более бюджетный вариант – установить в бачок заполненные пластиковые бутылки или другой объемный предмет. Таким образом, за год вы сбережете более пяти тонн воды. В денежном эквиваленте – 28 тысяч тенге. Продолжение следует... Продолжение следует...